Здравствуйте, это 378 эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас. Евгений, добрый день. Олег Брагинский, основатель школы тревел-шутеров, автор 11 видеокурсов, сотни вебинаров, 50 книг и 1000 статей, руководил двумя сотнями проектов в 26 индустриях в 50 стран. Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Йога вошла в нашу жизнь давно и закрепилась на разных уровнях – в профессиональном, в любительском и так далее. Говорим сегодня про эффективную йогу. Что такое йога, Олег? Йога – это емкое понятие индийской культуры, означающее совокупность духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма, нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуума возвышенного духовного и психического состояния. Йога состоит из восьми ступеней, затрагивающих все аспекты человеческого бытия – от соблюдения моральных принципов, работы с телом и дыханием, до тонких техник управления психикой, умом и сознанием. В современном мире под йогой обычно прозревается работа с телом. В практике асан или посттела присутствуют элементы и других ступеней. Именно этим и обусловлены положительные эффекты от занятий йогой. В узком смысле йога – это одна из шести ортодоксальных школ философии индуизма. И для большинства людей, осознанно практикующих йогу, важно направление, или, как мы уже сказали, школа. Каждая ветвь в йоге спорит с остальными по поводу истинности. Но в последнее время наступило хрупкое примирение, а тренерам в спортзалах и фитнес-клубах наконец-то запретили распространяться на эту тему и сравнивать школу между собой. Кому и зачем нужна йога? Йога в переводе с индийского означает «связывать», «соединять», «позреотачивать внимание», «применять». Основная цель йоги – это просветление, это объединение духа, ума и тела. Йога позволяет познать себя и свои возможности, обрести чудесную гармонию физического здоровья и нравственно-духовной красоты. Кроме того, это эффективный способ нейтрализовать депрессию и стресс, отдохнуть и расслабиться. Занятия обычно протекают в спокойном режиме и состоят из асан. Асаны – это физические упражнения, укрепляющие и оздоравливающие тело. С их помощью можно добраться до каждого органа, проработать связки, сосуды и мышцы. В результате физических и дыхательных упражнений прорабатываются все группы мышц и происходит обогащение организма кислородом. Тело становится мягким и расслабленным, что позволяет правильно растягиваться. Комплексное воздействие на организм делает тело легким, позволяя положительной энергии свободно циркулировать по нему, даря новые силы и отличное настроение. При скручиваниях идет воздействие на внутренние органы, благодаря чему естественным образом усиливается кровообращение. А регулярная практика ведет к нормализации пищеварения, понижает количество вредных химических соединений в крови, уменьшает уровень внутреннего воспаления, которое обычно повышается с естественными процессами старения и стресса. Адепты йоги утверждают, что йога полезна всем и практически не имеет противопоказаний при правильном и взвешенном подходе без излишеств и чрезмерности. Какие виды йоги известны человечеству? Различают до 20 основных видов йоги. Поверхностно обозначим некоторые. Кундалини йога работает на уровне гормональной системы, поднимает энергию из основания позвоночника, в помощи медитации, пранаямы, асан и пения мандры. Йога айнгара — это основное внимание, уделяет внимание работе над правильным положением тела во время выполнения асан. Особенностью являются выполнение упражнений с оборудованием, одеялами, стульями, планками, кирпичами, ремнями по принципу «одна неделя на одну группу асан». Бекрам-йога или горячая йога — это комплекс упражнений, выполняемых в нагретом до 40 градусов помещении определенной влажности. Выводится токсин из организма, она эффективна для снижения веса. Йога-терапия — она укрепляет позвоночник, исправляет осанку, снимает мышечное напряжение, не имеет возрастных ограничений, подходит тем, кто страдает искривлением позвоночника, протрузиями или грыжами. Антигравитационная йога — она основана американским хореографом и гимнастом Кристофером Харрисоном. Упражнения выполняются в гамаке, подвешенном к потолку, что избавляет позвоночник от сильных нагрузок и стимулирует движение лимбы. Утверждается, что подобный дренаж выводит лишнюю воду из организма. Тантра-йога — повышает чувственность, избавляет от комплексов и привычки загонять вглубь свои сексуальные желания. Сушма-льяна — это суставная гимнастика, которая благодаря воздействию на рефлексорные зоны снимает мышечные зажимы. Йога-смеха — это практика, основанная индийским врачом Мадан Катарей. Она включает дыхательные и легкие физические упражнения, порождающие естественный смех. Йога-нидра — это практика глубокого расслабления тела и сознания, система глубокой релаксации. Снимает стресс, убирает мышечные зажимы и напряжение. Мышление становится спокойным, эмоциональный фон выравнивается, вы себя чувствуете отдохнувшим, собранным. И дживму-кати. Это предлагает движение, похожее на танец, сопровождаемое чтением священных текстов, пением мантр и медитацией. Как звучат главные правила любой йоги? Первое. Задайте строгую длительность и регулярность. Начинайте с малого. Второе. Практикуйте под руководством опытного инструктора, тренера или гуру. Третье. Выбирайте честое место со светлым настроением и входите туда с легким телом. Четвертое. Наращивайте сложность постепенно, убедившись, что получается уже ранее изученное. Пятое. Не перенапрягайтесь. Предлагайте приятные усилия и не бойтесь перенапряжения. Каковы ошибки при занятиях йогой, наиболее часто встречающиеся? Первое. Это соревноваться в мастерстве с другими учениками. Второе. Входить в зону упражнений, не расслабившись на уровне ума. Третье. Забывать дышать, уделяя внимание только физическому напряжению. Четвертое. Это направлять внимание не на все тело, а циклиться на проработке важного. И пятое. Заниматься сразу же после еды или при ощущении сильной жажды и голода. Как звучат, выглядят основные этапы подготовки к йоге и занятия ею? Первое. Это проведите медицинский осмотр. Начинайте занятия по согласию врача. Второе. Прочитайте достаточное количество достоверной литературы. Четвертое. Третье. Приступайте к силовой работе по укреплению мышц. Четвертое. Переходите к растяжочной деятельности. И пятое. Возможно, выберите для себя вегетарианское питание. С какой регулярностью, как часто практиковать йогу? Если вы хотите получить от йоги максимальную пользу для здоровья, укрепить тело и нервную систему, оптимальным режимом будет 3-4 раза в неделю. Два раза в неделю – это критический минимум, при котором ждать результатов, наверное, не приходится. Тем не менее, есть люди, которые практикуют занятия раз в неделю. Это, конечно, лучше, чем ничего. Но называть практикой такой режим нельзя. Хотя со временем, возможно, какие-то результаты все равно достигаются, но весьма скромные и нестабильные. И если есть желание, позволяет время и возможности, количество тренировок можно увеличить до 6 раз в неделю, оставляя хотя бы один день для отдыха. При таком режиме нет смысла ограничивать практику только асанами. Нужно дополнить ее пранаямой, криями и ледитациями. Если йога стала частью жизни, можно заниматься каждый день и даже два раза в день, чередуя практики, но не доводя себя до утомления. Более интенсивный режим практики может быть небезопасен. Поэтому либо практикующий сам должен активно развиваться, обучаться, всесторонне изучать теорию йоги, либо консультироваться хотя бы периодически с грамотными специалистами. Каковы особенности йоги для мужчин и женщин? Философия йоги определяет женщину как луну, а мужчину как солнце, имеющих принципиальные отличия и неравными по определению. Йога представляет собой цельную философскую систему, не подразделяемую на мужское и женское, но все равно каждая из практик имеет свои особенности. В мужчине преобладает разум и сознательная природа. Женщина в большей степени обладает бессознательной природой и интуицией. Это, кстати, объясняет этот факт якобы, что большинство гуру в области йоги являются мужчинами. Женская практика всегда характеризуется более мягким стилем, хотя используют такие же пранаямы и асаны. Если дама чувствует неуверенность и хочет принести повседневную практику немного жесткости, то убирают более динамичную систему упражнений, направленную на наращивание мышечной массы и силы. Такие упражнения влекут изменения в психике, которые позволяют приобрести чувство защищенности. Прекрасная половина человечества более эмоциональна и менее дисциплинирована, поэтому женские занятия предполагают серьезную концентрацию и недюжный самоконтроль. Что будет результатом занятий йогой в долгосрочной перспективе? Это устойчивость к боли, стрессам, болезням, оптимистический взгляд на мир, уверенность в себе и теле, прекрасная координация, энергетическая бодрость, идеальность осанки, эластичность мышц, крепость костей, снижение веса и успокоенность. Как связаны йога и возраст? На йогу приходят в любом возрасте. Детская йога больше похожа на гимнастику, поэтому занятия проходят даже для малышей, так называемая бэби-йога. Разница проявляется в том, насколько осознанно дети подходят к практике. До года с малышами приходит взрослый, на ней вы выполняете осаны вместе с ребенком, делаете массаж, сгибаете, разгибаете ручки, ножки, поглаживаете малыша. Такая йога полезна и мамам, так на уровне взаимосвязи улучшается отношение с ребенком. От года до трех лет дети начинают ходить и говорить, но пока не воспринимают вербальные инструкции, поэтому занятия строятся на визуальном восприятии, с использованием картинок, карточек, игрушек. Выполнять упражнения помогают песни, звук и примеры. С трех до шести лет дети не задерживают внимания надолго на задании, им нужна смена деятельности, поэтому йога используют всякие игровые механики. Привычным осанам добавляются позы на баланс. С семи до девяти лет дети начинают держать осаны уже дольше, готовы к выполнению дыхательных упражнений, работе в парах, где учатся взаимодействовать с партнером и развивая доверие к людям. С десяти лет до двенадцати дети уже могут выполнять более сложные осаны, а в осанне не подходят медитации и техникам расслабления. Верхней же границы для занятий йогой нет. Гуру часто говорят, в молодости йога полезна, после трясти она необходима. Как связаны йога и здоровье? Крепкое здоровье – это то, зачем большинство людей приходят в йогу, будь то физическое, эмоциональное здоровье, здоровье ума или души. Йога может решить многие проблемы, но даже если ее не под силу, она способна изменить наше отношение к нему и даже уже этим принести огромное облегчение. Йога, в отличие от нашей западной медицины, совсем иначе подходит к вопросу о том, что входит в понятие здоровья. Здоровье в йоге подразумевается как совершенный баланс и гармония между суставами, тканями, мышцами, клетками, нервами, железами и всеми системами организма. Здоровье для занимающихся йогой означает гораздо большее, чем просто избавление от боли головы или в колене. Это оптимизация функций всего организма, от мышц до пищеварения, от краевращения до иммунитета. Это эмоциональное равновесие, духовная устойчивость, оптимизм и даже радость. Как связаны йога и питание? Культура питания является одной из важнейших составных частей системы йога. Большинство йогов – вегетарианцы. Йоги полагают, что если вы занимаетесь йогой, то и продолжаете есть животных, птиц, рыб и других живых существ, значит, пока не осознали, что такое сострадание, закон кармы и реинкарнации. С медицинской точки зрения йоги рассматривают вегетарианскую пищу как более полезную и чистую, менее загрязняющую агронизм человека, чем пища животного происхождения. Йоги полагают вредными чай и кофе, которые, по их мнению, нарушают работу печени, перезбуждают нервную систему, действуют на псих и губительно отражаются на здоровье людей. Йоги не рекомендуют лук и чеснок из-за раздражающего действия на слизистую желудочно-кишечного тракта. Соль не рекомендуют употреблять в большом количестве, потому что она оказывает вредное воздействие на сердце, разрушает витамины при варке овощей, нарушает обмен веществ в организме. Нельзя употреблять слишком горячую и слишком холодную пищу, чередовать горячее и холодное блюдо. Это пагубно сказывается на зубной эмали и вызывает заболевания органов пищеварения. Йога делает акцент на овощно-фруктовых диетах, естественной пищи человека. Рекомендации крайне просты. Употребляйте в пищу овощи, фрукты, овощные и фруктовые соки, сухофрукты, зелень, ягоды, орехи, мед, бобовые. Старайтесь меньше подвергать пищу кулинарной обработке, приводящей к биологическому обесцениванию. Каковы особенности отношения к йоге на Западе и на Востоке? Восток небезосновательно полагает себя духовнее, а Запад более механистичным копировщиком, который берет инструменты и бесцеремонно пользуется дарами, не пытаясь постичь великую глубинную мощь. Запад, в свою очередь, считает Восток туманным и не соглашается видеть в йоге мистического учения, принимая на вооружение лишь движение асаны, медитацию, музыку и благовоние. Восток претендует на постижение и обуздание природы человека. Запад стремится развлечься, укрепить тело, повеселить душу. Восток уповает на бессознательное. Запад ему значения не придает. Восток считает учение йоги личным, интимным и даже традиционным. Запад делает из подхода маркетинговую конфетку, лишая флера, но добавляя фитнес и поверхностно-выборочное следование полуканоном. Вместо всеобъемлющего мировоззрения из восточного искусства на Западе получается суррогатный спорт. Первые относятся к нему снисходительно, но и вторые не ныряют в страданиях глубже обычному. Какие навыки подкаста помогут лучше овладеть навыком йоги? Медитация, дао, дзен, осознанность, восстановление сил, признание, сила воли, мозг, бодрствование, личностный рост. Как обучаться занятию йогой? Можно начать обучение йоги к чтению книг, чтобы основу понятия решить, подходит ли она вам. Например, Каминов – анатомия йоги. Култер – анатомия хатка йоги, руководство для студентов, преподавателей, практикующих. Лонг – ключевые мышцы йоги. Он же лонг – ключевые позы йоги. Браунит Миллер и Бенджмин – управление на растяжку, простая йога. Далее можно изучить методики шести шаткарм, освоить яму, не яму, основные духовно-нравственные ступени. И вот теперь, если вы почувствовали, что йога – это ваш путь, начинайте практиковать осознанное вегетарианство и посетите ближайшие курсы или клуб. Там вы сможете попробовать простейшие асаны, осмотреть тренеров, занимающихся, послушать советы и начать впитывать богатую культуру полной грудью. Йога как бизнес получила распространение. Что может выдаваться за йогу, но ею не являться по сути? О чем мы можем предупредить наших зрителей? Первое – это привоз в гуру для обучения на наших территориях. Люди, которые не очень востребованы у себя на родине, с удовольствием приезжают на дорогу. Второе – организация туристических и целенаправленных поездок для адептов разных уровней. Третье – торговля одеждой, ковриками, гимнастическими гамаками, благовониями литературой. Четвертое – групповые и индивидуальные занятия, чтение литературы, совместные медитации. Пятое – онлайн-просвещение для бедных, для тех, кто не может приехать на лекции якобы великих. Нужно ли ехать на восток, чтобы обучаться йоге правильно? Честный вопрос. Для себя я в свое время решил, что лучше съездить. Стану ли другим рекомендовать? Скорее нет. Польза состоит в том, что вы отрываетесь от родной культуры, но и вред состоит в том же. Через три недели в голове устаканивается штим, на губах поселяется блаженный улыб, глаза сверкают, но человек превращается в позитивный овощ. Если первое время вам не нравятся условия проживания, скудная еда, странные соседи, чудные правила, надуманные ограничения, то к концу первого месяца вы начинаете аллогично довольствоваться простеньким существованием. Все ходят просветленными и морально поддерживают друг друга, но при этом никто ничего лишнего не делает. Жизнь как будто бы должна улучшаться сама собой. Каждый может зайти к любому, попросить совершенно безумную вещь, и оба не расстроятся, если согласие не будет достигнуто. Если честно, это какой-то сюрреализм. В качестве экскурсии, наверное, съездить можно, но говорить, что он того стоит, учить йогу на Востоке, наверное, я бы не стал. Многие разъездные гуру мне нравятся гораздо больше, чем оседлые, потому что они пообтесались, себя стеркнули к шелуху необъяснимой мистичности, стали проще и приятнее что в быту, что в общении. Каковы особенности йоги в разных странах мира? Западная йога избегает врубать на полное и сложное понятие. Людей втягивают в учения через асаны моральной дисциплины, пранаяму и дыхательные упражнения. Часто используются подручные средства, валики, деревянные бруски, одеяло, что практически не встречается на родине йоги. Запад много работает над правильностью позы и уменьшением вероятности получения травм. Приветствуется длительное нахождение в асане, чтобы расслабиться и почувствовать достижение очередного уровня мастерства, так скажем, в Америке и Канаде. Восток же полагает, что разминка, настрой и внешняя пирамбаса — это излишество, отвлекающее от возвышенной сути учения. Запад обращает много внимания на технический аспект исполнения, развитие гибкости, силы, выносливости, вновесии и концентрации. Для Востока это настолько примитивный уровень, что они его почти не затрагивают, не обсуждают, а ошибающихся считают неполноценными или лентяями. Запад отдельно выделяет пренатальную, скажем, йогу, адаптированную к периоду деторождения — от подготовки к зачатию до первых месяцев после родов. Занятия обогащены классами для будущих мам. Когда индусы о подобном слышат, они говорят, ну, конечно, лучше так, чем никак. — Какие интересные кейсы, связанные с йогой, были в практике Олега Брагинского? — Когда я впервые заинтересовался йогой, то пошел в соседнее общежитие Киевского политеха, где индийские студенты собирались для того, чтобы совершенствовать свое мастерство. Занимались они в странных повязках, а чтобы не мерзнуть зимой, включали электрический камин. Пот со всех лел ручьем, из-за чего все скользили на паркете, часто падали, но старожилы действовали настолько отвлеченно, что не смеялись и не сердились на новичков, издававших тягостные звуки при растяжке и грохот при падениях. Через пару месяцев все стали более легкими, подвижными, терпимыми, и, закончив занятие, мы пили сообща чай и готовили блюдо на рисовой основе. Второй случай, припоминаю, из-за храма. Тоже мы занимались йогой, а надо сказать, что я не очень гибок, и в какой-то момент один из помощников учителей подошел и стал помогать мне усесться на подобие шпагата. Вроде бы действовал мягко, особой борь я не ощущал, как вдруг я выполнил желанную асану. Все было бы хорошо, только я не смог потом подняться. Оказалось, порвал сляски в паху и две недели ходил, как робот-вертер. Как будут звучать главные рекомендации по эффективной йоге для наших зрителей и слушателей от Олега Бородинского? Первое. Занимайтесь босиком на специальном коврике, который не скользит, или на полу, но не на ковре, потому что будет сложнее удерживать равновесие, ну и, честно говоря, босиком занятие полезнее для нервных окончаний всток. Второе. Выбирайте теплую, просторную комнату без прямого солнечного света, потому что лучи и блики от поверхностей вас будут слепить в самый неподходящий момент, отвлекая и расхолаживая. Третье. Начинайте с простых асан и не пробуйте сложное раньше времени. Растяжки и увечья ослабят ваше желание, а то и вовсе вам захочется это все бросить. Четвертое. Выдерживайте позу или асану так долго, как только сможете, не причиняя себе физических и психологических неудобств. Ловите кайф от умений. И пятое. Помните, что ключ к умению и к успеху не сложное движение, длительное застывание или зафинание текстов, а регулярность занятий. Нужно ли что-то добавить под финал к этому выпуску, Олег? Наверное, только одну простую мысль. Йога – это, да, древнее учение, о котором мы говорят от 8 до 10 тысяч лет. Польза может быть разной. Можете глубоко нырять в духовную справляющую, можете пользоваться физикой, но кроме йоги есть и другие спорты. Поэтому подумайте внимательно, для чего, чем и когда вы занимаетесь. Вот такие вот рекомендации по эффективной йоге для наших зрителей и слушателей от Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные, безназадачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста и помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше. Поэтому свяжитесь со мной и Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас никто не видел. Йога, безусловно, полезна. Важно понимать, кто ли йогой вы занимаетесь. И приносит она тот эффект, на который вы рассчитываете. Не надо путать ее с маркетинговыми продуктами, которые ею не являются. Удачи вам, до новых встреч. Спасибо и до встречи через неделю.